Добрый вечер. Это Максим Трудолюбов, редактор отдела комментариев газеты «Ведомости». Мы сегодня начинаем нашу передачу «Археология ведомости». Здесь в студии нет Сергея Медведева, который обычно вместе со мной ведет передачу, но, тем не менее, мы в эфире. Сегодняшняя тема, о которой позже, в ней наш гость Булат Цитилеров, гендиректор ARP Group, организатор форумов в Красноярске, в Перми. Мы позже скажем, о чем именно будем говорить. Вначале мы, как правило, быстро проходимся по событиям минувшей недели, говорим о том, о чем писала газета «Ведомости», что было интересно нам, особенно в комментариях, в редакционных статьях. Очевидно, что все сейчас заняты вопросами ситуации с наводнением, подотчетностью государства, вопросами доверия, которые возникают просто буквально каждую минуту. Я бы хотел, тем не менее, чуть-чуть отойти в сторону и напомнить, что стихи и трагедии, которые всех сейчас занимают, они чуть-чуть оттянили законодательный процесс и вопрос развития правил игры в российском государстве, в российском обществе, который активно проходит, активно развивается. Это законы, которые принимаются российским парламентом, такие как закон об НКО, который активно сейчас обсуждается, только что принятый закон о митингах, ограничивающий права граждан, закон о, ну, так называемый, законопроект о черных списках сайтов в интернете, возвращение статьи о клевете, снова криминализация, возвращение ее в уголовный кодекс. В общем, это целый набор вещей, которые звучат скучно, но тем не менее, вот как мне кажется, представляют очень важную тему. На наших глазах происходит умаление прав и свобод, ограничение их. Можно спорить о степени, можно с юристами говорить о том, чем вызваны эти ограничения. Понятно, что государственные юристы найдут возможность объяснить, что это на самом деле никакое не ограничение, а оно, точнее, это ограничение вызвано необходимыми запросами общества и необходимой защитой граждан. Но тем не менее, мне кажется, что практически нет споров в обществе в целом о том, что это процесс ограничения свободы. И мне кажется, что это заставляет нас задуматься о том, почему это вообще возможно. Мы вот только что сейчас закончили писать редукционную статью, которая выйдет завтра, и я призываю ее всех прочитать, как раз вот об этом, о комплексе вопросов, с этим связанных, и о том, почему это в принципе возможно, почему российское общество не сформировало препятствий законодательных, а если они есть, то почему они не реализуются, препятствий к тому, чтобы ограничивать наши права вот такими законодательными мерами, которые, как мы подозреваем, будут в будущем использоваться произвольно, что, как бы, учитывая состояние нашего правоприменения, вполне реалистично. Поэтому читайте завтра редукционную статью, которая называется «Наше прошлое сегодня». Это речь о том, что, поскольку Россия недостаточно, российское общество недостаточно полно пережило и справилось со всем, что пришлось пережить в нашем обществе в 20 веке, в эпоху советского времени, когда большая часть граждан была лишена прав. Это позволяет государству вновь и вновь произвольно действовать с нами, создавать такие ситуации, когда права умаляются и нарушаются. Теперь переходим к нашей теме. А сегодня, как я уже сказал, в гостях у нас Булат Столяров. Он написал две статьи для газеты «Ведомости», которые вышли неделю назад и вот сегодня, в понедельник утром. Это статьи, в которых Булат суммирует ситуацию, отношение к ситуации в российском обществе и пытается предложить какие-то решения. Суммировать можно, наверное, так, что здесь речь о том, что Россия живет одновременно в разных временах. Можно говорить о том, что Россия — это некая машина времени, как говорит Булат в своей статье. Одновременно существует и Москва с ее урбанизированным городским классом, живущим, по сути, в 21 веке в постиндустриальном обществе и живут у нас одновременно в малых городах люди, скорее, где-то в начале 20 века, в середине, может быть. А в сельской России мы можем найти и места, где мы еще даже не достигли индустриальной эпохи. Что это значит для нашей ситуации, для политического будущего? Булат, добрый вечер. Давайте пройдемся по основным пунктам и скажем, почему вообще вы решили подойти к вопросу времени? Что он помогает понять в нашей политической и общественной ситуации? Добрый вечер. Ну, наверное, я должен сказать, что это достаточно давняя моя идея или гипотеза о том, что если мы можем, смотря на географический ландшафт, признать, что на территории России представлены очень-очень многие уровни социально-экономического развития почти всех стран ООН, за исключением самого низа, то есть некоторых стран Азии и Центральной Африки, и самого верха, то есть некоторых стран Большой Семерки. Вот все остальное на территории России есть. Мне интересно было подумать о том, как это можно представить на оси времени, и действительно гипотеза заключалась в том, что эти локации представляют собой часто довольно полноценные социально-экономические уклады, которые можно адресовать в совершенно определенные эпохи. В них живут в этих эпохах довольно большие группы людей, часто живут в ситуации тесного взаимодействия эпохи с эпохой, а часто довольно автономно. Некоторые из эпох почти не встречаются друг с другом, и если мы посмотрим на ситуацию каких-нибудь коренных малочисленных народов Севера, которые существуют в Якутии, на Чукотке, в Красноярском крае, то это настоящий первобытный общинный строй, абсолютно законсервированный, без прикрас и так далее. И надо сказать, что почти уже 7 лет работы, плотной работы с региональным консалтингом, работы в многих десятках регионов, в общем, эти гипотезы подтвердили. И поводом для написания статьи стала моя высокая убежденность, что у нас раскол в обществе сейчас, политический раскол, он произошел в том числе, а может быть, прежде всего по оси времени. То есть у нас аудитория 21 века, вот такая партия 21 века, или прообраз такой партии, они, эти люди вошли в политически зрелый возраст, заявили о себе как значимой общественной силе, и заявили о том, что политика, реализуемая властью, она не годится, не годится для целей 21 века, не годится для целей постиндустриального развития, для целей самореализации креативного класса. И эта позиция этой группы людей, проявленная и через гражданский протест уличный, и через активное использование новых медиа, социальных сетей и так далее, это явление радикализовало довольно здорово позицию власти, которая в ответ на это во время предвыборной кампании сделала откровенную ставку на аудитории более архаических эпох, прежде всего аудиторию индустриальную, аудиторию аграрную. Да, вот была, давайте, то есть вы хотите сказать, что это не конфликт между так называемыми эпохами, людьми, живущими в разных эпохах, а скорее конфликт все-таки между одной группой и властью, так что ли? Ну нет, я бы все-таки помнил... Одна группа, это как раз городской класс, урбанизированные граждане, жители центра Москвы. Я думаю, что это не вдруг проявилось, я думаю, что вопрос имеет историю, историю позитивную, историю поступательную. Я бы напомнил фразу Владимира Путина многолетней давности в ответ на какие-то там претензии интеллигенции, который сказал, а нам с народом нравится. Ну и имеется в виду такой как бы серьезный консенсус, который существует через вот это управление страной, через телевизор и так далее, и так далее, который сформирован, сформирован, и он, в общем, достаточно устойчиво сформирован поверх элиты, поверх мнения возможных представителей элит, поверх какого-то бы то ни было институционального устройства, такой как бы прямой договор власти с, прежде всего, простыми людьми, прежде всего... А простые люди, это, по-вашему, те, которые живут не в Москве? Ну, для меня, очевидно, по состоявшемуся голосованию... Или сколько лет назад тому они живут? То есть, эти люди живут 50 лет назад? Ну, очень по-разному. Я попытался представить себе, по крайней мере, тех, которые гарантированно, с моей точки зрения, живут в том социально-экономическом укладе, который похож на постиндустриальный и находится... Имеет высокие шансы стать постиндустриальным. Это, прежде всего, вот аудитория, проживающая в крупных городах. И это оценка очень оптимистичная, которая имеет потолок 40 миллионов человек. То есть, в этом смысле, 40 на 106. Да, но это 40, вот, честно сказать, выглядит как бы оптимистично. Ну, я не говорю о том, что они имеют хоть сколько-нибудь либеральные все взгляды, и они все обязательно будут голосовать за там правые партии, и все они воодушевлены гражданским протестом. Среди них же много левых. Против режима. Среди них много левых, это правда. Но важно, что на этих территориях, где проживают эти 40 миллионов человек, или уже господствует, или имеет шансы на достаточно бурное развитие или продолжение развития, постиндустриальный экономический уклад. Это важно для того, чтобы настроение, вот, так сказать, постиндустриальное настроение, которое названо в статье настроениями 21 века, чтобы они имели шанс на контрольный пакет в этих локациях. А сейчас у них как бы такого шанса. То есть, собственно, мы говорим о том, что конфликт возник, потому что вот эти потенциальные сторонники 21 века, они чувствуют, что о них забыли. Ну, как вам сказать, слишком мало очевидно делается для того, чтобы именно эта группа людей занимала хоть сколько-нибудь доминирующей позиции в стратегии страны, в экономическом развитии и так далее. Вот. А и слишком много делается обратного, да, в области и инвестиционного климата, и гражданских свобод, о которых вы только что говорили, и в области того, что происходит с эффективностью силовой машины в стране, и в смысле государственной риторики, и в смысле того, кому и в каких объемах раздают деньги наши институты развития, кого спасают в кризис, а кого не спасают. Это все свидетельствует о достаточно серьезной ставке властной элиты не на 21 век. А ведь, говорится, это совершенно противоположное. То есть, ну, почему вы считаете, что действительно сделана ставка на, вот, не знаю, 20-й или какой-нибудь, 20-й? Говорится-то, ну, все-таки про модернизацию по-прежнему. Ну, видите, властная элита, она очень неоднородна, да, и я все-таки пробую судить не по намерениям и не по попыткам что-то сделать, а по результатам, у кого что получается. Ну, вот в области инновационного развития государственная политика пока, я думаю, дает очевидным довольно мало результатов. А политика в отношении регулирования сырьевых потоков, регулирования денег, направляемых на инфраструктуру, регулирования денег, которые находятся в рамках, там, государственного заказа, все то, что связано с известными проблемами коррупции и так далее, и так далее, все это очень результативно, все это очень наглядно, и все это имеет реальные экономические обороты, политические последствия. В отличие от всех усилий, часть из которых можно, безусловно, поддерживать, касательно, там, инновативного типа развития. Ну, то есть, вот поконкретнее, что именно, как вы считаете, направлено на 19 век? Вот что делает Путин или кто-то из? Ну, если говорить про меры, прежде всего, экономической политики, наверное, в этой аудитории имеет смысл об этом говорить, то это, конечно же, реальные направления, например, антикризисной политики, которую мы наблюдали, и которые там продолжают как-то реализовываться правительством, то есть, инвестиции средств государственного бюджета, внешнеэкономбанка, разных самых источников, вот, при приложении административного ресурса к спасению любыми путями такого количества неэффективной промышленности. Ага, окей, вот это понятно. Хорошо. А, Булат, одну секунду, сейчас мы продолжим после маленького перерыва, вернемся и как раз к этому обратимся. Спасибо. Добрый вечер еще раз. Максим Трудолюбов меня зовут, я редактор отдела комментариев газеты «Ведомости», это программа «Археология ведомости». В гостях у нас Булат Столяров, генеральный директор АРП «Групп». Мы говорим о статье, которая публиковала Булат Столяров в газете «Ведомости». Вот ее вторая часть называется «Времена выбирателей времена». Мы, собственно, говорим о том, что страна живет в разных временных эпохах, и они не монтируются между собой, или оказывается так, что государство, центральная власть делает ставку скорее на времена уходящие, как считает Булат, чем на прошлое, чем на будущее. Мы остановились на том, что вот одно из выражений этого, одно из проявлений, это во время кризиса, вот это, скажем, в экономической политике, во время кризиса поддержка предприятий, поддержка, скорее, предприятий, их акционеров, а не граждан, поддержка тонущих предприятий, отказ от практики банкротства. Это как раз вот уже понятнее, да, то есть это ставка на то, чтобы поддержать имеющихся владельцев, несмотря на то, что, ну, вот, например, мировая практика, которая, она как бы не всегда последовательно такая, но чаще все-таки речь идет о том, что если мы хотим спасти граждан, если хотим спасти рабочие места, то нужно именно гражданам и помогать, правильно? И как перейти, и как перейти к такой практике? И действительно ли можно говорить о том, что вот такая практика была бы скорее практикой 21 века? Готовность на банкротство, жесткая экономическая позиция? Знаете, это мировая практика чрезвычайно разная, конечно же, вот, но то, что мы в результате той волны кризиса, которая была в восьмом-девятом году, подошли к новой весьма вероятной волне кризиса в ситуации гораздо более рыхлого хозяйства и гораздо более рыхлой экономики с точки зрения эффективности, производительности труда и так далее, это чистый факт, вот, то есть вместо очищения, вместо какой-то встряски, вместо того, чтобы бизнес стал поджарый, стал эффективный, этот кризис привел на российском ландшафте к совершенно парадоксальной ситуации, что прилетит к нам волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Бога нет, деньги ничего не стоят, и мы из государственных кресел принимаем решение о том, какие частные активы дальше живут, какие не живут. Разрывы в производительности труда в российском промышленном секторе выросли, они сократились, они в некоторых отраслях просто чудовищные. Вот, и... А как это выглядит на примерах? Вот, можете сказать о конкретных регионах и предприятиях? Какие ближе к нашему времени, какие дальше? Нет, ну, конечно, конечно, самые удивительные разрывы в эффективности производства у нас наблюдаются в стране, в машиностроении, хотя не миновало участи сей, там, и металлургия, и угольная промышленность, энергетика и так далее, но в машиностроении, я просто напомню, существует предприятие с разницей в производительности труда в 80 раз, то есть, одну и ту же продукцию может делать 100 человек или 8 тысяч, и на самом деле, довольно тяжело отыскать регионы, где таких разрывов не представлено, потому что у нас, с одной стороны, существует вполне мировой конкурентоспособности, например, предприятия, там, автопрома, или, значит, сборки, там, какой-то оргтехники, мобильных телефонов и так далее, которые, вот, локализованы в новых промышленных парках, там, в Калужской области, под Петербургом и так далее, вот, а с другой стороны, существует предприятие государственной собственности, предприятие оборонной промышленности, которые выпускают, там, по нескольку танков в год на, так называемых, комбайновых заводах, там, и так далее, это все находится в центрах городов, на невероятных территориях, которые занимают сотни гектар, которые отапливаются, вот, продукция эта чрезвычайно плоха, продукция эта давно ушла со всех рынков, кроме тех рынков, которые обеспечены государственным заказом и обусловлены интересами государственного заказа, вот, но, тем не менее, эти предприятия существуют, существуют по выбору, в общем, нерыночному, иррациональному, государственно обусловленному, и таких вот удивительных пассивов у нас в экономике очень много. А, окей, то есть это, это, так, это понятно, а в чем еще вот эта критическая для развития разница, или вот в чем проблема ставки, в чем видите ставку государства на, ну, прошлое, что ли, да? Ну, мне кажется, что если, опять-таки, продолжать линию экономической политики, то все-таки принципиальным является ответ на вопрос о том, как мы относимся к императиву эффективности, эффективности, технологичности, высокой производительности труда и так далее. Вот, знаете, у нас есть в оценке разных инвестиционных начинаний, стратегических проектов и так далее, в стране такой, такой критерий, количество создаваемых рабочих мест, то есть считается, что чем больше создается в экономике рабочих мест, то есть чем меньше эффективность каждого рабочего места, да, тем лучше. Вот, цель нашей экономической политики, вот, считается, что заключается в создании рабочих мест, не в создании добавленной стоимости, не в создании прибыли, не в создании эффективности производства, не в применении хороших технологических решений, а в создании рабочих мест. Вот, что можно делать с такой системой целеполагания? Ну, то есть очевидно, что она взята из какого-то очень сильно прошлого века, вот, и как с этим быть? Как с этим быть? Ну, вот, действительно, как с этим быть? Мне почему-то кажется, что если государство может себе позволить это делать, ну, это означает, что у него нет достаточного стимула, что ли? То есть оказывается, что не страшно, да, можно поддерживать завод в Нижнем Тагиле, да, и можно поддерживать вот эти вот предприятия, на которые Путин ездил, под камеру записывал, да. Ну, ладно, Тагил, Тагил еще хоть что-то из себя представляет, там, о Пикалево, там, это же вообще не невероятная ситуация, вот. А чем, кстати, какое сейчас состояние, вы не знаете, что там с Пикалевым? Не знаю, но я думаю, что плохое. Вот, дело в том, что, безусловно, безусловно, так могут вести себя только страны и только люди, которые могут себе это позволить, вот. То есть, когда деньгам нет счета, когда экспертиза разрушена, когда нету институтов, которые могли бы, вот, как бы гарантировать или отодвигать власть от абсурдных решений, вот, все это, все это создает ситуацию, когда решения принимаются потому что, решения принимаются дорогостоящие, решения принимаются любые, и над этой системой нету никакого ни общественного, ни экспертного суда. Напоминаю, это программа «Археология ведомости», телефон прямого эфира для всех, кто захочет поучаствовать в дискуссии, 495-65-10996. А, значит, ну, вот действительно, смотрите, получается, что, получается, что мы, как бы, если нет необходимости, как бы, если обстоятельства не подталкивают, да, экономическая ситуация не заставляет, то государство и не чувствует к этому необходимости. Может быть, просто Россия, ну, пока ждет какого-то толчка или какой-то ситуации, в какой форме, может быть, это не такая уж и критическая ситуация, вот что я хочу спросить. Или все-таки она критическая, и здесь нужен какой-то императив, нужна новая постановка задач, потому что иначе будет плохо, и почему будет плохо? Нет, ну, на мой взгляд, и императив, и новая постановка задач, безусловно, были бы необходимы, но на это необходимо какое-то беспокойство и какая-то воля. На мой взгляд, все основания для этого есть, ну, аналитические, потому что, действительно, ситуация в экономике объективно плохая, объективно тревожит. Мы входим в, по всей видимости, очень глубокий мировой кризис в ситуации сырьевого сектора и все. То есть никакой серьезной работы по формированию постиндустриальной модели развития не состоялось. Вот те немногие сектора, которые получили бурный рост, уперлись в свои потолки, речь идет там о девелопменте, о розничной торговле и так далее. А те сектора, которые должны были развиться или могли бы развиться в ситуации какой-то, значит, умной экономической политики со стороны власти, ну, не получили такого импульса по разным причинам, а некоторые шансы даже упущены и разрушены, связанные с тем, что, например, у нас происходит там колоссальная эрозия человеческого капитала, и мы не получаем вовлечения в экономический оборот достаточного там креативного класса для того, чтобы создавать креативные бизнесы. Но, к сожалению, это так. Но вы правы в том, как мне кажется, что действительно какие-то серьезные революции в этом отношении, в экономическом укладе у нас происходили только через, к сожалению, реальные экономические трудности. То есть, ну, первый этап как бы сброса страной неэффективных активов, которые тянули ситуацию вниз, был связан, собственно, с разрушением Советского Союза, разрушением экономических цепочек и уничтожением целого ряда предприятий, там, оборонного комплекса и так далее. То есть, это вот был серьезный удар и по промышленному укладу, и как последствия по территориальному укладу. Целый ряд малых и средних городов получили серьезные пробоины и даже были, в общем, ликвидированы и сошли со сцены. Вот, второй такой же, собственно, удар происходил в результате кризиса последующего, вот, кризиса 98-го года, вот, и тогда тоже эти мероприятия по, как бы, оздоровлению этой ситуации, они происходили не потому, что кто-то очень вредно, а потому, что просто денег не было, вот, и, к сожалению, эксперимент и такой, как бы, вот стресс-тест, который проходила российская экономика в 2008-2009 году на фоне довольно феноменальных, значит, этих резервов показало, что просто вместо решения проблем во все места, из которых, из которых раздавался какой-то вопль грозящий более-менее социальной угрозой, вот, просто отправлялись деньги, и на самом деле эта ловушка чудовищная ставить, ставить именно социальную значимость вопля в зависимость, значит, к принятию решений, потому что, на самом деле, на каких предприятиях работает колоссальное множество народу, на тех, на которых максимально низка производительность труда, на тех, на которых работает масса людей, которые не в состоянии прокормить себя и свое предприятие, такова технология, таков маркетинг, ну, вот, таков уклад, вот, и получается, что власть оказывается мотивированной поддерживать ровно и только тех, которые заведомо неэффективны, на которых работает много людей, но которые могут создать максимальные социальные проблемы, фактом своего множества. Ну, то есть, понятно, логика властей, они страхуются от возможной социальной проблемы, то есть, ну, получается, что логика вот этой страховки, да, она перевешивает логику развития, так что ли, да? А на самом деле все-таки не совсем понятно, что могло бы заставить, ну, вот, рационально, если рассуждать, что бы могло заставить там Путина, вот, если бы я был Путиным и видел бы перед собой всю эту ситуацию, но, как бы, пока, ну, меня так, ну, не очень, как бы, я считаю, что все сравнительно стабильно, денег много, мне не заставляет ситуация, не вынуждает, вроде, особенно заниматься, вот, развитием, да? Ничто, на мой взгляд, тоже ничто, потому что, значит, 63% на выборах квалифицируются ими в публичной сфере, видимо, в своей голове, как чистая победа, они так говорят, вот, а, значит, второй фактор заключается в том, что действительно какой-то чисто финансовый запас все еще существует или мы недостаточно хорошо соразмеряем размер этого запаса с возможным силой удара, вот, и это формирует такую, посмотрим, ложную или не ложную уверенность в том, что мы, как бы, on the safe side находимся, вот. На мой взгляд, новость только одна существует из ландшафтных, это, собственно, появление вот этой сравнительно новой общественной силы, вот этого гражданского протеста, тех, которые относят себя к постиндустриальному, значит, строю и 21 веку и фактором наличия на ландшафте вот этой новой энергии, мы, наверное, можем, можем получить, ну, какие-то шаги власти в сторону, в сторону этой аудитории, в сторону ее интересов. Ну, вероятно, нужно эти позиции отстаивать. Вот вы в своей статье предлагаете, собственно, назвать это партией, да, с 21 века, а вы имеете в виду это как метафору или прямо-таки, прямо партию, настоящую партию, которая будет создана, в которой будут лидеры и так далее? Можно ли создать такую партию? Второе, вот, и рассуждение мое следующее. Мне представляется, что ресурс, который, вот, как бы демонстрирует, там, Болотная, Сахарова, Марш миллионов и так далее, он большой, он заслуживает внимания, он находится на острее очень важного для страны тренда, вот, и будет очень неправильно, если все это уйдет только в свисток вот этого негативного протеста, мы против Путина, ну и что, а что вы предлагаете? Вот, какая у вас повестка, какая у вас программа, где находится, собственно, там, вот это пространство от ценностей до предлагаемых действий. Да, да, но тут мы как раз попадаем в эту ужасную ситуацию, что, да, с одной стороны, где ваша программа, с другой стороны, ведь люди, которые, как вы говорите, за 21 век, они действительно ведь все очень разные, там есть и либералы, и консерваторы, и националисты, и левые, и еще, бог знает, много... Ну вот моя, моя, одна из основных мыслей заключается в том, что можно и нужно предлагать такую программу, которая предлагала бы, на самом деле, и структурировала другую горизонталь между ними всеми, потому что, значит, они могут быть очень левые, очень правые, очень хоругвеносцы, очень за реформу образования, или очень, значит, похожие на партию пострадавших, значит, от антиюкосовской операции и все, что угодно, но это люди, которые имеют какое-то количество очень серьезных объединяющих друг друга нитей, вот, то есть это горожане и люди, которые, значит, существуют в постиндустриальной экономике, это люди, которые тяготеют крупным городам, это публика, как правило, более образованная, чем весь остальной ландшафт, это публика, которая зарабатывает больше своей головой, чем руками, вот, и так далее, и так далее, и это формирует достаточное количество общих вещей для того, чтобы формировать общую для них платформу вне зависимости от идеологических этих самых постановок прошлого дня. Окей, Булат, сейчас уходим на небольшой перерыв, после этого возвращаемся как раз к этой. Добрый вечер еще раз, это передача «Археология ведомости» по понедельникам идет, сейчас в студии Максим Трудолюбов, редактор отдела «Комментарии» газеты «Ведомости», мы разговариваем с Булатом Столяровым, генеральным директором ARP Group, о том, что Россия — это, по сути, машина времени, это страна, которая живет одновременно в разных эпохах. Мы пытаемся понять, можно ли в этой ситуации рассчитывать на процесс развития, учитывая, что власти, как считает Булат, делают ставку все больше на те регионы или те части страны, те группы общества, которые живут скорее в прошлом, чем в настоящем, те, которые скорее хотят удержаться в прошлом, чем двигаться в будущее. Я здесь не совсем до конца все понимаю, то есть мне кажется, что трудно представить, что в стране могут быть только люди будущего, это всегда не очень большая группа. Я подозреваю, что и в странах таких, как в США, или даже в европейских странах, что уж говорить о развивающихся, эта группа всегда ограничена. Вот что делать с тем, что этих людей никогда не бывает много? Я подозреваю, что они никогда не бывают даже большинством. Как им влиять на ситуацию? Или действительно ли они должны быть единственным приоритетом власти? Нет, конечно. Безусловно, ситуация, когда люди будущего являются большинством, она совершенно непредставима. Люди будущие могут быть большинством, наверное, в каких-то муниципалитетах Силиконовой долины, или может быть, люди будущего у нас поселятся в Сколково, но и будут там иметь большинство. Но стран, в которых люди будущего представляли его большинство, наверное, нет и, наверное, не должно быть, потому что, собственно, человеческая биология должна балансировать определенным образом цели развития с целями стабильности. И эта функция, я думаю, биологическая. Другое дело, что хотелось бы, чтобы в элитах не было такого страшного дисбаланса представителей прошлого над... То есть у нас власть, вот как бы обслуживая в политическом поле эту индустриально-аграрную всю ситуацию, в пику этому креативному классу, в отношении которого заявляется довольно много таких как бы, ну, раздражительных сентенций, вот, она занимается определенным отбором элит в этом отношении. Где-то специально, где-то не специально, и, к сожалению, представительство, вот, 21 века среди людей, которые влияют на принятие реальных решений, оно небольшое, несмотря на то, что довольно много чего интересного в этом отношении сделано сейчас при формировании нового правительства. Вот. Ну, то есть люди там есть вообще, ведь правительство производит впечатление скорее позитивное по балансу, если взвесить все. Я тоже так думаю, да. Там есть, безусловно, и светлые головы. И что, как вы... А почему, вот, вы думаете, что может не получится? Ну, то есть я говорю сразу, естественно, я сам писал, и мы, как бы, анализируя ситуацию, видели, что, собственно, правительство-то это правительство, а еще, между прочим, есть администрация президента и различные комиссии, которые созданы, которые, как бы, будут, вероятно, такими зонтичными структурами будут контролировать. Но, может быть, я не прав. Ну, то есть вот, что, как вам кажется, будет мешать правительству действовать в сторону модернизации? Ну, смотрите, базовый ответ следующий. Значит, я отношусь, надо сказать, к блоку скорее оптимистов касательно реальных намерений вот того правительства и тех новых людей, которые там собрались, да? Вот, мне представляется, что на фоне особенно настолько низких ожиданий, которые существуют у элиты относительно старта деятельности этого правительства, я думаю, что результаты будут, результаты могут оказаться более заметные, чем предполагают пессимисты. Но я думаю, что если мы обсуждаем реальные интересы вот этой самой аудитории 21 века, вот реальные интересы той группы, которая хочет как бы двигать ситуацию вправо по оси времени, а не влево, не назад, вот, то там потолки, потолки являются институциональными, являются сплошь политическими, а не технологическими. То есть правительство у нас готово решать технологические вопросы, а политические не в его... Мы не знаем, готова она или нет, но я точно знаю, что если мы рассуждаем интересами 21 века, то надо чего-то делать с произволом силовиков, надо что-то делать с... не что-то делать, а надо обеспечить, значит, независимую, справедливую судебную систему, надо иметь негосударственный медиабизнес, надо иметь намного более компактное государство, надо заниматься приватизацией вот той большой государственной собственности, которая, значит, опять вокруг государственных органов сформировалась, и так далее, и так далее, и так далее. И по всем этим принципиальным вопросам ресурс самостоятельной деятельности правительства, несмотря на как бы собравшийся там генофонд, вот, он, конечно же, вызывает вопросы, скажем так. И на самом деле, я думаю, что судьба, например, такой вещи, как темп приватизации энергетических активов покажет реальный баланс с точки зрения того, кто будет, ну, как бы вот разговаривать про правильные вещи, а кто будет разрешать или не разрешать что-то конкретное делать. Ну, то есть, индикатором будет то, как будут продавать что, вот нефть? Ну, вот, 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 все, 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 все вещи, которые я сказал, они, на мой взгляд, равны важны. Например, существует, значит, в рамках вот этой сформированной, значит, стратегии работы открытого правительства, существует довольно жесткий исчерпывающий план мер Касательно того, что надо делать с судебной реформой, что надо делать с ситуацией с тюрьмами, что надо делать с милицией, что надо делать с другими силовыми органами, вот как нам, значит, обеспечить права граждан вот в области, значит, этих институтов насилия. Вот. И будет ли, будет ли вот эта часть доклада, например, значит, преобразована в пакет жестких реформ в этом отношении? Большой вопрос. Или мы займемся какими-то, значит, другими интересными фантиками? То есть, слишком много, повторю, вопросов, которые принципиально искажают ландшафт, которые находятся в плоскости ограничений политических, вот, которые далеко не везде являются предметом компетенции собственной исполнительной власти и правительству. Ну, это очевидные такие, как бы банальные вещи. Это вот эти вот шаги, связанные с судебной системой и шире с верховенством права, это как раз то, что, как вы считаете, поможет сделать Россию импортером человеческого капитала, вот вы пишете в статье о том, что это было бы одним из важнейших направлений политики для новой России, да? А что вот конкретнее, что еще можно было бы сделать для этого и вообще действительно возможно ли сделать Россию местом притягательным для образованных людей, готовых работать? Знаете, вот есть, если мы как бы рассматриваем меры и делим их, а их надо делить на те, которые упираются в политические потолки и те, которые не упираются в политические потолки, те, которые можно делать проектным способом, то из важных для меня мероприятий, которые могли бы сильно сдвигать ситуацию в сторону, собственно, 21 века в стране, есть два серьезных мегапроекта, которыми можно заниматься с правительственного мандата. Первый называется проект 20 крупнейших городов, то есть всерьез заняться урбанистикой, всерьез заняться модернизацией крупнейших городов России, вот, более-менее по такому китайскому проектному сценарию, то есть стратегия, мастер-план, инвестиции в инфраструктуру, поддержка частных инвестиций в объекты девелопмента, вот, и так далее, и так далее, при преодолении, там, ограничении развития крупных городов. Это нужно делать, это в любом случае нужно делать, мы находимся в мире крупных городов, в экономике крупных городов и так далее. И это вопросы, не находящиеся сегодня, как я надеюсь, в политической плоскости, вот, комфортные города. Вот, у нас, у нас сегодня экономическая политика вообще не занимается урбанистической тематикой, и мы не смотрим на экономическое развитие сквозь призму, сквозь призму городского развития. Вторая тема, на мой взгляд, важнейшая, это тема про университеты. Вот, надо возвращаться в число, как бы это сказать, образовательных держав, в число тех стран, которые занимаются экспортом образовательных услуг, в число тех стран, на территории которых действуют хорошие и очень хорошие университеты. Вот, и я попробовал в статье, вот, обозначить эту цель, то есть за 10 лет, 10 российских университетов в числе 100 ведущих вузов мира по рейтингу. Вот, если такую цель поставить, но это полная интернационализация, собственно, этих вузов, которые должны встать в эту линейку, это иностранные ректоры, это открытость образовательного процесса, открытость, глобальность профессуры и так далее, и так далее, и так далее. Вот, это только так можно сделать. И в этом отношении, кстати сказать, те изменения кадровые, которые произошли в Министерстве образования, они в основном радуются. Да, они многообещающие вполне, да, там, то есть те люди, которые сейчас работают в Министерстве образования, они эти вещи как раз хорошо понимают. Ну, то есть, по сути, пока, мне кажется, мы выходим на то, что, вот, по крайней мере, эти цели, университеты и города, они, по сути, находятся в компетенции правительства и регионов. То есть... Я вижу серьезные политические потолки. То есть, вот эти вопросы города и университеты и, наверное, еще некоторые вопросы развития, которые вполне может решать правительство, они как бы невозможны, вы считаете, без решения вот этого политического блока вопросов... Они возможны, но недостаточны. Потому что, я думаю, что, если мы спросим у этого самого человеческого капитала, который, а, уезжает, и, б, не приезжает к нам, да, вот, вот, по... Ну, два фактора, которые формируют наш минус на рынке, как бы, креативного класса в мире, то, да, там есть вес некомфортных городов в мотивации не приезжать или уезжать. Да, там есть история про то, что там деградировала система образования, деградировала социальный сектор и так далее. Ну, я думаю, что факторы про то, что у нас силовики равны бандитам, факторы того, что телевизор нельзя включить от состояния дискурса, в общем-то, тошнит образованного человека, факторы того, что нету политических свобод, нету справедливого суда, некогда обратиться за арбитражом ни в деловой практике, ни в личной практике. Эти факторы, я думаю, куда больше вес занимают, и не занимаясь ими, а занимаясь каким-то количеством очень важных вещей в области, например, там, урбанистики, развития университетов и еще чего-нибудь, что разрешается, вот, можно, ну, как бы, потратить довольно много ресурсов, нагреть довольно много энергии, чего-то добиться, но итогового результата не добиться. Ну, да, ну, то есть, пока мы находимся, как раз, в той ситуации, что мы получили правительство, которое готово и, возможно, способно решить вопросы, так сказать, назовем их вопросами, что ли, второго уровня или неполитического уровня, связанные вот с образованием, с развитием, допустим, городов, если... Ну, вот, да, с мероприятиями, например, там, технологической модернизации и вот какой-то, какой-то, значит, инновативности, которые, на которую ставят там Роснано, ставят структуру РВК, вот, для чего, значит, происходит там модерирование этих инновационных, так называемых, стратегий развития крупного бизнеса. Все нужные, все интересные, все замечательные мероприятия. Вопрос, достаточно или нет? Думаю, нет. Ну, то есть, на самом деле, мы выходим здесь на тему институтов, имея в виду под институтами правила игры, ограничения, которые общество создает для себя и для этого, как бы, нанимает государство, которое уже служит нам, нашим, как бы, служащим. Оно служит интересам общества, исполняет законы и так далее, да? То есть, вот, мы, к сожалению, выходим на тему того, что институциональные вопросы не похожи, что готовы власти решать. А может быть, о них не понимают? Ну, кто-то понимает, кто-то нет, нет никакой, там, это самое, объединенной власти. Я думаю, что палитра людей, которые, вот, как бы, ну, то есть, мы все знаем, что палитра людей, которые заседают, там, в Белом доме, Кремле и так далее, она, я думаю, что по своему менталитету столь же обширна, как и вот все эти века, которые представлены на ландшафте нашей, это разнообразной страны. Есть люди по-настоящему первобытные, есть люди по-настоящему 21 века. И в этом смысле, я думаю, что власть, власть, наверное, довольно полно отражает вот эту расчудесную картину. Да, но, видимо, нужно переходить к тому, чтобы нам все больше напоминать о том, что институциональные изменения совершенно необходимы. Они как раз сложные и болезненные. Мы подходим к концу нашей передачи, время заканчивается, как всегда, его не хватает, чтобы договорить по-настоящему. Поэтому остаемся вот с этой темой, с институциональным развитием, на которой не решается или которого боится и не понимает сегодняшние власти. Это программа «Археология ведомости». Максим Трудолюбов, меня зовут, редактор отдела комментариев газеты «Ведомости». В гостях у нас был Булат Столяров, генеральный директор АРП Групп. Мы говорили о статье «Времена выбирать времена». Спасибо. Всего доброго. Счастливо. До встречи в понедельник. До свидания. До свидания. Продолжение следует...